Всем привет! В этом видео я буду строить школьный сарафан вот такого фасона. В первом видео я буду строить выкройку, а во втором видео я сошью этот школьный сарафан. Мой сарафан будет состоять из семи деталей. Размер сарафана 128, примерно 8-9 лет. Первая деталь центральная часть спинки, вторая деталь центральная часть полочки, третья деталь юбка, четвертая деталь бачок полочки, пятая деталь обтачка спинки, шестая деталь обтачка переда, седьмая деталь бачок спинки. Приступаю к построению выкройки. Начинаю с первой детали центральная часть спинки. Струю прямоугольник размерами 34 на 13 сантиметров. Обозначаю прямоугольник ABCD. От точки D вправо откладываю расстояние 4 сантиметра 7 миллиметров и поднимаюсь вверх на 11 сантиметров и ставлю точку A1. Далее от точки D вверх поднимаюсь на 6,5 сантиметров и влево откладываю 4 сантиметра 8 миллиметров и ставлю точку D1. От точки A вниз откладываю 1 сантиметр 2 миллиметра и ставлю точку A2. От точки A вниз откладываю 5 миллиметров и влево откладываю 3 сантиметра. Ставлю точку A3. Теперь соединяем точки A3 и D1 в прямой линии. Это плечо. Далее соединяю точку D1, D в плавной линии. Далее соединяю точки A3, A2 и A1. Это пройма рукава. Теперь от точки C вверх откладываю 7,5 сантиметров. И влево отступаю на 3 миллиметра. Ставлю точку C1. Прямой линией соединяю точки C1 и C. От точки D откладываю вправо 20 сантиметров. И поднимаюсь вверх на 7 сантиметров. И ставлю точку C2. Теперь соединяю плавной линией точки A1, C2 и C1. Это мы построили с вами центральную часть спинки. Это долевая нить. Это наша первая деталь. Сгиб. Перехожу к построению второй детали. Центральная часть полочки. Строю прямоугольник размерами 34 на 12 сантиметров. И обозначаю прямоугольник A, B, C, D. От точки B вниз откладываю 8,5 сантиметров. И влево откладываю 3 миллиметра. Ставлю букву B1. Соединяю прямой линией точки B и B1. От точки A вправо откладываю 12 сантиметров. И вниз опускаюсь на 8 сантиметров 7 миллиметров. Ставлю точку A1. Опять от точки A откладываю вправо 21 сантиметр. И вниз опускаюсь на 8 сантиметров. И ставлю точку A2. От точки A вправо откладываю 8,5 сантиметров. И ставлю точку A3. От точки A вниз откладываю 6,5 сантиметров. И влево откладываю 4,5 сантиметра. И ставлю точку D1. От точки D вниз откладываю 3 миллиметра. И влево откладываю 2 сантиметра. И ставлю точку D2. Соединяю точку D1 с D2. Это плечо. От точки А вниз откладываю 5,5 см. И ставлю точку D3. Теперь соединяем точки D1, D3 и А3. Плавная изогнутая линия. Это будет горловина. От точки D вправо откладываю 4,5 см. И вверх поднимаюсь на 7 мм. Ставлю точку D4. Соединяю точки D2, D4. Это пройма рукава. Теперь соединяю плавной линией точки D4, А1, А2 и В1. Вот получилась деталь номер 2 от нашего сарафана. Это долевая нить. Сгиб. Центральная часть полочки. Приступаю к построению юбки. Деталь номер 3. Откладываю 30 см, 5 мм. Вверх поднимаюсь на 40 см. И обозначаю наш прямоугольник. А, В, С, Д. От точки С влево откладываю 2 мм. Вверх поднимаюсь на 8 см. И ставлю точку С1. От С1 влево откладываю 3 мм. Поднимаюсь вверх на 2 см. Ставлю точку С2. От С2 влево откладываю 2 см. И поднимаюсь вверх на 8 см. Ставлю точку С3. От С3 влево откладываю 4 см. И поднимаюсь вверх на 8 см. И ставлю точку С4. От С4 влево откладываю 3,5 см. Поднимаюсь вверх на 5 см. Ставлю точку С5. От точки С5 влево откладываю 4 см. И вверх поднимаюсь на 4 см. Ставлю точку С6. От точки С6 влево откладываю 3 см. И вверх поднимаюсь на 3 см. С7. От С7 влево откладываю 2 см. И вверх поднимаюсь на 1,5 см. Ставлю точку С8. От точки D вверх поднимаюсь на 4,5 см. И влево откладываю 1 см. Ставлю точку D1. От D1 влево откладываю 1,5 см. И вверх поднимаюсь на 4,5 см. Ставлю точку D2. От точки D2 влево откладываю 3 см. И вверх поднимаюсь на 4,5 см. Ставлю точку D3. От D3 влево откладываю 2 см. И вверх поднимаюсь на 2 см. Ставлю точку D4. Теперь соединяю точки D4 и C8. Соединяю прямой линией. Нам нужно проверить точки C8 и D4 с точкой C и D. Эти линии должны быть одинаковые. У меня сторона D4, C8 больше на 2 мм, чем сторона D4. Поэтому я D4, C8 уменьшаю на 2 мм. И ставлю точку D5. Теперь соединяю плавно изогнутой линией точки D5, D3, D2, D1 и D. И также соединяю плавно изогнутой линией точки C8, C7, C6, C5, C4, C3, C2, C1 и точку C. И вот получилась наша юбка. Долевая нить у нас будет проходить вот так. Долевая нить. Здесь у нас будет сгиб. Таких деталей нам нужно будет 2. Это деталь номер 3 от нашего сарафана. Приступаем к построению детали номер 4. Бачок полочки. Строю прямоугольник с размерами 29,5 см на 8,5 см. Обозначаю A, B, C, D. От точки B влево откладываю 2 мм. И ставлю точку B2. B1. От точки C влево откладываю 4 мм. И ставлю точку C1. От точки B вниз откладываю 4 см. И ставлю точку B2. Теперь плавной изогнутой линией соединяю точки B1, B2 и C1. От точки C влево откладываю 5,5 см. И вверх поднимаюсь на 5 мм. Ставлю точку C2. От точки C опять откладываю 9,5 см. Вверх поднимаюсь на 8 мм. Ставлю точку C3. От точки C влево откладываю 13,5 см. Вверх поднимаюсь на 5 мм. Ставлю точку C4. От точки D вправо откладываю 9,5 см. И вниз опускаюсь на 5 мм. Ставлю точку D1. Теперь плавной изогнутой линией соединяю точки D1, C4, C3, C2 и C1. Теперь от точки D вверх поднимаюсь на 5 см. И ставлю точку A1. От точки A вправо откладываю 4,5 см. И вниз опускаюсь на 1,5 см. Ставлю точку A2. От точки A вправо откладываю 9 см. И вниз опускаюсь на 5 мм. Ставлю точку A3. От точки A вправо откладываю 14 см. И вниз опускаюсь на 3 мм. Ставлю точку A4. Теперь от точки B вправо откладываю 9,5 см. И вниз опускаюсь на 2 мм. Ставлю точку B3. От точки B вправо откладываю 9,5 см. Вниз опускаюсь на 4 мм. Ставлю точку B4. Соединяю плавной линией точки B1, B3, B4, A4, A3, A2 и A1. От точки D вправо откладываю 3 см. И вверх поднимаюсь на 4,5 см. Ставлю точку D2. От точки D вправо откладываю 6 см. Вверх поднимаюсь на 3,5 см. Ставлю точку D3. От точки D вправо откладываю 8 см. 7 мм. И вверх поднимаюсь на 1 см. Ставлю точку D4. Теперь соединяем точки D1, D4, D3, D2 и A1. Плавной, изогнутой линией. Удалевая нить. Это у нас получается деталь бачок полочки. Бачок полочки. Такие детали нам нужно будет 2. Эта деталь у нас номер 4. Теперь приступаем к построению детали номер 5. Для того, чтобы сделать обтачку переда, я поступаю следующим образом. Я соединяю 2 детали. Центральную часть полочки. И бачок переда. Соединяю бумажным скотчем. Мне понадобится калька. Под калькой я вижу нашу нижнюю деталь. И я ее просто обрисовываю. Сбоку я опускаюсь на 4 сантиметра. И спереду тоже. И здесь я просто плавной линией соединяю. Вот так получается обтачка переда. Точно так же делается и обтачка спинки. Это обтачка переда, долевая нить. Идет вот так. Здесь вот сгиб. Все, можно вырезать. То есть обтачка полностью повторяет контур детали. Длину здесь вы можете регулировать, какая вам удобно. Можно сделать на 5 сантиметров. Можно сделать на 3 сантиметра. У меня на 4 сантиметра получилось. Приступаем к построению детали номер 7. Для построения бачка спинки строю прямоугольник с размерами 30 сантиметров на 10,5 сантиметров. От точки B влево откладываю 3 миллиметра и опускаюсь вниз на 2 миллиметра. Ставлю точку B1. От точки C вправо откладываю 2 миллиметра и вверх поднимаюсь тоже на 2 миллиметра. Ставлю точку C1. От точки C вверх откладываю 5 сантиметров. Ставлю точку C2. Теперь соединяю плавной линией точки B1, C2 и C1. От точки D вверх поднимаюсь на 4 сантиметра и влево откладываю 2 миллиметра. Ставлю точку D2. От точки D вправо откладываю 3,5 сантиметра и вверх поднимаюсь на 2,5 сантиметра. Ставлю точку D2. От точки D вправо откладываю 8,5 сантиметров и вверх поднимаюсь на 12 сантиметров. Ставлю точку D3. От точки D вправо откладываю 12,5 сантиметров и вверх поднимаюсь на 8 миллиметров. Ставлю точку D4. От точки D вправо откладываю 15,5 сантиметров и вверх поднимаюсь на 5 миллиметров. Ставлю точку D5. Давайте дальше так же и продолжим. От точки D вправо откладываю 21 см и поднимаюсь вверх на 4 мм. Ставлю точку D6. От точки D вправо откладываю 25 см и вверх поднимаюсь на 3 мм и ставлю точку D7. Соединяю плавной линией точки D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 и C1. Теперь от точки A вправо откладываю 10 см и вверх поднимаюсь на 3 мм. Ставлю A1. От точки A вправо откладываю 12,5 см и вниз опускаюсь на 2 мм. Ставлю точку A2. От точки A вправо откладываю 15,5 см и вниз опускаюсь на 7 мм. Ставлю точку A3. От точки A вправо откладываю 18,5 см и вниз опускаюсь на 1 см. Ставлю точку A4. От точки A вправо откладываю 21,5 см и вниз опускаюсь на 12 мм. Ставлю A5. От точки A вправо откладываю 25,5 см и вниз опускаюсь на 7 мм. Ставлю точку A6. Соединяю точки A1, A2, A3, A4, A5, A6 и B1. Плавной линии. От точки D откладываю 2,5 см и вверх поднимаюсь на 4 см 2 мм. Ставлю точку O. Далее от D вправо откладываю 5,5 см и вверх поднимаюсь на 5 см. Ставлю точку O1. От D вправо откладываю 8,5 см и вверх поднимаюсь на 7 см. Соединяем точки D1, O, O1, O2, O2. От D вправо откладываю 9 см и вверх поднимаюсь на 9,5 см. Ставлю точку O3. Соединяем точки D1, O, O1, O2, O3 и A1. Плавной изогнутой линией. Долевая нить у нас идет вот здесь. Долевая нить. Это у нас получается бачок спинки. Две детали. И по нашей схеме это детали номер 7. Для того, чтобы сделать обтачку спинки, я скрепляю наши детали. Уже на бумаге я здесь проверяю длину центральной части спинки и бачка спинки. Здесь мне нужно будет чуть-чуть, если мы посмотрим на бачок спинки, у меня немножко выходит вверх. Я его здесь немного подрежу. Чуть-чуть. Чтобы, когда я буду выкраивать на ткани, у меня все по ткани сошлось и ничего не торчало. Теперь мне понадобится калька. И на кальке я просто обвожу свою деталь. И все. Опускаюсь на 4 см. Это обтачка спинки. Долевая нить. Здесь будет сгиб. Но на ткани, когда мы будем выкраивать эту деталь, так же, как и обтачку переда, здесь сбоку я всегда добавляю 2 см. То есть ткань здесь будет на 2 см больше торчать. Это для того, чтобы не ошибиться вот здесь, когда будем прокладывать шов. И это деталь номер 6. У меня немножко не в том порядке пошли. Седьмое. Построение седьмой детали с построением шестой я в обратном порядке сделала. Ну, в принципе, теперь все наши детали готовы. Вот такие детали получились для нашего школьного сарафана. На этом видео я заканчиваю. В следующем видео будет непосредственно пошив сарафана. Всем спасибо за внимание. Всем пока!